Алло, алло, да, да, у меня теперь есть деньги, причем неплохие, да, букмекерская контора, букмекерская контора, Мелбет, прям пламенный привет, Мелбет, прям пламенный привет вам, ребят, да, да, счастья, здоровья, чтобы у вас бабок много было, у меня вот, вот, нихуистное количество, сейчас пойду опять в сауну, наверное, к телочкам, вот, ну и, конечно, мое финальное движение. Ребят, короче, объясняю сразу ситуацию, мне кинули ссылку на прямой эфир Оби-Вана, где он пиздит всякую хуйню, и я сейчас хочу на всю эту хуйню ответить, блядь. Давайте немножечко подождем, пока наберется хотя бы там, ну, человек 50 зрителей, и я начну. Ну, сейчас вот мы как раз разберем, я записал себе тайм-коды, прям вот, вот, как он, где, чего загоняет, короче, и сейчас прям разберемся, чего он загоняет, блядь, и почему, и как, и придем к охуенному завершению, блядь, этой всей истории. Всем, всем шалом, если что. Сначала, пока, пока все подключаются, я расскажу предысторию. Короче, этот человек очень долгое количество времени пытался провоцировать меня и, там, Никвана, Березина, там, всех близких молодого на то, чтобы мы обратили внимание на его персону. А мы этого упорно не делали, и всеми правдами и неправдами человек хотел, как бы, чтобы мы отреагировали, мы не реагировали, и в итоге он дошел до того, что уже, там, пошел на Версус, там, и туда-сюда. Короче, все, все весело, ребят, все весело. Речь, еще раз, чтобы все новые подключающиеся понимали. Мне кинули ссылку на эфир, на прямой эфир Оби-Ван Кеноби, записанный и выложенный в Ютуб. Я услышал очень много нелестных слов о себе, о своих друзьях и обо всем, что происходило, и это, ну, мне настолько уже не понравилось, то есть я считаю, что человек настолько охуел в своем пиздеже, что я уже не могу сдерживать себя, и мне кажется, что я должен высказаться. Я записал тайм-коды все, вот, вот, вот этот человек, сейчас мы будем с вами, как бы, слушать и разбирать, как бы, что этот человек говорит и что его слова значат на самом деле. Ладно, я думаю, что нас уже начали записывать, всякие энтузиасты, которые занимаются этим дерьмом. Давайте начнем с самого начала, потому что эфир начинается со слов обо мне. Сейчас мы, сейчас мы послушаем. Так, вот. Вышел на Никвана, короче, они сделали группу «Fuck you fame», я не знаю, как они познакомились, но смысл в том, что... Ну, мы на Димона всегда, он когда остык бы наставать, он таким, ну, как бы, ну, всегда мелкие такие к нему, «Димон, Димон, как дела?» Ну, знаешь, на пантах всегда, ну, как-то, не знаю, раз на десятые все же такие, блядь, да что с муздак, пошел в жопу как бы. Так вот, начнем с этого, блядь. Начнем с того, то, что мы с господином, блядь, Оби-Ваном выросли на одном районе, можно сказать, учились там чуть ли не в соседних школах, играли в баскетбол на одной площадке и так далее. Он говорит, не знаю, как он познакомился с Никваном там и так далее. Так вот, с Никваном мы познакомились через Легалайза. И когда... он путает время, когда это происходило, то есть, когда кто с кем познакомился там и так далее. То есть, все выстраивает так, чтобы ему было выгодно, как это выглядело. Так вот, они говорят, что мы мелкие подходили к Димону, Димон, туда-сюда. Блядь, чувак, о чем ты говоришь, блядь? Мы играли с тобой в баскетбол на одной площадке, блядь. Всегда мы курили с тобой травку, блядь. Мы как бы, ну, блядь, что значит? Я был каким-то, блядь, типа не тем, блядь. Я был высокомерным, я был каким-то хуйпомикен. Блядь, ты чё си... Ёбудал вообще, блядь. Просто ёбудал, блядь. Это просто... Когда я это слышу, блядь, я не знаю, я вспоминаю себя тогда. А я тогда был таким же подростком, как он. Ну, чуть постарше, там, может, на пару лет. Это явная разница какая-то. Но это просто пиздец. То, что там кто-то ко мне подходил и говорил, Димон, Димон. А я такой, блядь, вел себя как охуевший Типан. Блядь, ребят, поверьте мне, такого не было никогда. И все, кто меня знают, знали, что такого не было никогда. И не могло было быть. Просто не могло. А он говорит, все, кто его знают, те его не любят. Он удак. Чувак, тогда почему все эти люди, которых я знаю столько лет, они до сих пор со мной общаются, а с тобой нет, блядь? Вот это себя спроси, блядь, чувак. Так, какой у нас тайм-код? 20 минут. На 20-й минуте посмотрим, что ты там базаришь, блядь. Ладно, я упущу тот момент, где ты рассказываешь про молодого, о котором ты вообще нихуя не знаешь, блядь. С которым ты провел эти полтора года, пока он, блядь, торчал, блядь. И ты ему, блядь, наверное, жгут даже держал, блядь, когда он ширялся. Когда я его хотел запереть дома и приковать к батарее, блядь. А ты хотел ему просто, чтобы он кайфовал, блядь, и с ним кайфовать вместе и записывать в вашу хуету ебаную, блядь. Вместо того, что, блядь, он становился тем, кем он достоин был быть, блядь. Пиздец ты, блядь, чувак, просто, блядь, ебанулся. Ладно, давай послушаем, что ты пиздишь. Вот. Сейчас, где там? Им это не надо просто, понимаете? Вот. Им это просто не надо. Вот. И, кстати, когда я был в Супреме, у меня был он долго все время, как я говорил, у нас все было выступление, тоже на этом хип-хоп-ру форуме, кстати, куда мы тоже приезжали, всегда поддерживали, бесплатно выступали там, ебанулся. И молодой, прям там, что-то, я говорил, блядь, тебе, типа, Супрем, это единственный из них мочный, ну и грубый, как бы. Вот так вот. Он всегда меня очень поддерживал, всегда говорил в меня пиздец, как. Ну, вот. Так что, вот так вот, нахуй. Ну, Антон, честно говоря, это, блядь, один из самых реальных человек, которые я вообще знаю. И, как бы, не было все печально, я выступаю на сколько, сука, жизнь нечестная, как бы. Вот, на похоронах Антона был человек 10. Человек 10. Никаких этих рейперов. Никаких рейперов. Чаши мои, вот, руки там, березины, которые кричат, это мой брат, там никого нет. Приехал Пидор 5 плю, поржал, что-то на входе 5 минут и уехал. Поржал на входе 5 минут. Приехал Татон. Так, вот с этого момента, блядь, поподробнее. Короче, на похоронах молодого я приехал, прежде всего, в морг и сопровождал тело до кладбища. Вместе со своей мамой, вместе со всеми нашими близкими. Этого он меня называет Пидором, я, мне кажется, тоже могу назвать его Пидором. Этот Пидор, я его увидел только на кладбище. Не на кладбище, да, на кладбище, где крематорий. Я его увидел только на крематоре, он стоял в темных очках и тупил взгляд. Человек 10, чувак, ты шутишь, там было дохуя народу. Блядь, там были, там был я, моя мама, блядь, там был Никуан, блядь, там были все. Там были все, и ты, и только ты, блядь, стоял как ущербный, блядь, в сторонке, блядь. Когда мы все плакали, блядь, реально, ты, блядь, прятался, блядь, за темными очками, один стоял в углу и тупил в пол, блядь. Хули ты пиздишь, блядь. Ты, мы потом сделали ему охуенные поминки, где были его родители, блядь, где были мы все, все его друзья, все его близкие. Где был ты, блядь, а? Хуепутала ты, ёбаная, блядь. Давай дальше слушать. Ребята, я не считаю комментарии, извините, сейчас тут монолог идет. Извините, это не мой косяк, это у него тут запись хуевая. И поэтому я хуй знаю, вообще, что они могут вообще говорить, блядь, что я там, блядь. Каким вообще, я не знаю, вы хоть сами на похороны хоть приехали, не знаю, чтобы приезжать, кто его друг, кто не друг, я не знаю. На похороны мы приехали. Чувак, вот я тебе, блядь, объясню. Мы были в его жизни задолго до тебя. Что Березин, которого ты хуями кроешь, что я, что еще многие люди. Они были задолго до тебя. И почему-то мы все общаемся до сих пор друг с другом и прекрасно это делаем, но с тобой не общается никто вообще. Так же, как и наши кореша Сарбата, блядь, с которыми я со всеми общаюсь, а с тобой никто не общается. Почему, блядь, так происходит? А? Давай дальше. Да, души, блядь, устроен вечер памяти, молодым. Да я бы сам сразу, да, я говорю, понимаете, на этот вечер памяти, ну, кто придет, я, цифровой район, грубый, все, это не ваша. Чувак, вечер памяти, блядь, вечер памяти мы сделали охуительный, своими силами. Позвали туда, даже тебя, долбоеба, туда позвали, блядь. И мы делали это все своими силами, и все собранные бабки мы отправили на постановление памятника молодому. О чем ты, блядь, говоришь? Ты, блядь, молодому, блядь, просто был чувак, с которым он тусовался, когда упарывался, блядь. Когда мы не хотели, чтобы он упарывался, а ты, блядь, хотел, блядь. Потому что ты такой же уебан был, блядь, такой же, блядь, который, блядь, перепутал сечку с гречкой, блядь. Не в наших силах. Вы понимаете, что значит, сказать, ганевая хуйня, опик, хочет хайпануть, на счет молодого все. Угу. Да, хотя бы сейчас, как я поучу. Слышите, да? Галат шунул, остался просто влажный. Да не, уже там самоубийством покончил. О чем ты вообще говоришь, блядь, чувак? Так что вот так, так что вот так, да. Сейчас начнется, сейчас начнется. Он же садился, он текст писал вообще за 10 минут. Я всегда последний писался, потому что я долго с выходим, люблю с ней думать. Молодой, у него было столько всего сказать, у него столько на душе было, чтобы выиграть. Он просто сразу писал, вот все. Но он всегда вот тут сел, я готов. Так, моментик про молодого. Извините, я тайм-коду не следую, я его все записал, но давайте послушаем, что он говорит вообще. И как вы говорите, тот же Новый год. Мы сидели на Новый год, мы сидели с Антоновым вдвоем. Где были эти пять плюхов? Никто даже не звонил, не поздравил. Понимаете, там потом приехали, да, приехали парни. И приехал в цифровой район. Я знаю, что это был за Новый год, я знаю, где он был. Я знаю, что молодой менял телефоны постоянно. Потому что надо было менять телефоны постоянно. И я не мог кому-то звониться, блядь. Так что вали свою, свою, просто, блядь, ебало нахуй просто. Не верьте этим гнилым людям, блядь. Мы такие гнилые, хуёвые люди, что просто пизжать. Мы, я говорю, мы записали кризис, рэп, потому что это не было. Ни хуёвые люди, потому что он нахуй никто не подтягивал, никто никуда не звал. Ну, никто не подтягивал, никто никуда не звал, да. И, блядь, если я его встречу, блядь. Если он меня встретит. Ребят, обе утверждают, что я молодому был должен 10 косарей зелени. Блядь, это просто, я даже не буду говорить, что у меня, типа, ну, куча свидетелей, да, которые прекрасно знали, как бы, что у нас происходит с молодым, там, везде. Вообще все, то есть все знают, да, абсолютно. То есть близкий мой круг, все знают абсолютно, что у нас происходило с молодым. И я был должен молодому 10 косарей зелени, блядь. Просто кому это не скажешь, все посмеются над этим пиздец. То есть мы с молодым делали делишки, это факт. Да, у нас были взаиморасчеты какие-то определенные. Да, на момент его смерти, там, за мной, там, был небольшой должок, типа, в районе, там, 25 тысяч рублей. И то, как бы, даже не перед ним, а перед нашим общим компаньоном. 10 тысяч долларов? Блядь, откуда ты это взял, чувак? Это просто пиздец, блядь. Что ты делаешь, блядь? Сейчас. Давай дальше слушай. Они мне не дают спать третий день. И просто сейчас до трех, но был перерыв, а он в два начал дрелью. И я просто пошел и ебашить начал. Блядь, плюха, вообще шлюха, пиздец. Я шлюха. Пять плюх, это еще, вообще, как я. Я-то, честно говоря, он мне не нравился, как он на бандах. Не нравился, как мужчина, может быть. Плюх такой, типа. Просто мне кидает ссылку, и он в твиттере начинает, обе пиздались, какую-то хуйню, пиздалась. Я думаю, не хуйня, я себя вообще сомневаюсь. Я ему пишу, какой-то, я ему пишу, какой-то, я ему пишу, какой-то, я говорю, слышь, я не знаю, ты там, что-то пиздишь, ну, да, бронечко. А он читает сообщение и не отвечает. Блядь, короче, короче, вот теперь рассказываю историю. Короче, он пишет какую-то хуету в твиттере про нас с Никваном. Типа про то, что мы там, типа, не хотим выпускать треки молодого или что-то такое хуйню. Я пишу в твиттер также, да, то, что, типа, чувак, блядь, если ты, как бы, ну, ты хочешь опять, блядь, поговорить с нами, как бы, или нет. Чувак пишет мне ВКонтакт. Начинает, типа, писать сразу какую-то хуйню. Я искренне верю, что это даже не он, что это какой-то его, блядь, фейк, ебаный. Потому что на тот момент его фейк был намного популярнее, чем он сам, блядь. Люди, люди из, ну, старые, они, наверное, помнят, короче. И он мне пишет, типа, пойдем там, типа, раз на раз. Я говорю ему, Никит, что за детский сад? Что ты за херню-то устраиваешь? А я понимаю, что человек просто пытается привлечь к себе внимание и, как бы, ну, как-то хайпануть на поводе. Я не знаю, что он хочет сделать, но это просто полная дичь. Так вот, мы с ним общаемся ВКонтакте. Он мне предлагает какую-то там встречу раз на раз во дворе, как бы. Я даже, я не могу поверить, что мне человек, как бы, не намного меня младше, он мне, как бы, пишет такую херню серьезно, да. И, как бы, я говорю, блядь, ну, хорош вести себя, как подросток, блядь, да. Да, он выкладывает, скриншотит эту переписку и выкладывает ее у себя ВКонтакте просто на стену. И, типа, с подписью, что 5 плюс зассал со мной выйти. Ну, блядь, все, ребят, после этого, как бы, я даже, я не знаю, что это. Сразу понятно становится, чего человек добивается, понимаешь? Давай дальше слушать. Он мне пишет, не хочешь извиниться. Ребят, я могу найти эту переписку ВКонтакте и показать вам, блядь. И доказать, что он просто пиздобол конченый, блядь. Блядь, стойте с ним, так-то посмотри. Мне 5 плюс гнилой, а никто не любит, блядь. Я гнилой, меня никто не любит. Которого называли самым перспективным рэпером. А вот здесь зависть пошла, смотрите. Послушайте внимательно здесь. Он все обосрал. У меня был лучший диджер. У меня все было, блядь. У меня все было. Какой хайп делать, какой респект. Все связи. И он хуйца отбросил все равно. Где он сейчас? Где он сейчас? Чувак, знаешь, где я сейчас? Я сейчас в Тель-Авиве, блядь. У меня охуенная студия, блядь. У меня охуенные братки. Все те, кто со мной были тогда, они до сих пор остались со мной. You dig it? Понимаешь? Ничего не изменилось. Я не хотел того, чего хочешь ты, чувак. А ты хочешь, блядь, хайпа. Ты хочешь славы. Ты хочешь, не знаю, блядь. Даже не бабок, наверное. Ты хочешь просто, чтобы на твою ебаную персону обращали внимание. Я никогда этого не хотел. Я делал музыку, я делал рэп. И все эти люди, с кем я начинал, которые были со мной с самого начала, они до сих пор со мной. А с тобой нет. С тобой никого нет. Все твои друзья, которые были с тобой, их нет рядом с тобой. Давай дальше слушай. А еще его, ну пацаны, если с ним отдыхать, короче, и там его... Это вообще пиздец. Пускали, а опять их такой ебаный ходил. Зачем ты так себя ведешь? Блядь. Пиздец. Я даже представить себе не могу, как бы, о какой ситуации, ну, о каком отдыхе с моей девушкой говорит этот персонаж. Если он говорит о том отдыхе, о котором я думаю, я могу, как бы, даже, не знаю, взять видеоинтервью у моей девушки тогда, когда, и она скажет, как, блядь, ее опускали по кругу, и я говорил, не надо, ребята. Пиздец, чувак, как ты до этого додумался, блядь? Как ты до этого, сука, додумался просто? Как, блядь, я не понимаю, я понимаю, что ты не ожидал то, что я отреагирую, блядь, и скажу тебе, чувак, ты пиздишь, блядь, но я отреагировал. И, чувак, ты не просто пиздишь, ты ебанутый наглухо, блядь. Ты выдумываешь какую-то полную, такую хуйню, что просто пиздец. Понимаешь, и главное, что у меня есть, как бы, ну, огромное количество людей, которые, ну, были со мной во все эти промежутки времени, о которых ты рассказываешь, которые могут подтвердить, что ты пиздобол, понимаешь? Они могут подтвердить это настолько, что ты охуеешь, блядь. Ну, это, наверное, лишнее было. Лишнее было, правда, блядь? Да, у него песни совсем, у него песни совсем, все подтягивались, не все фиты писали, это, вот, я говорю, который проебал все его альбом. Проебал все. Давали все, и он все проебал. Забидуешь, сучка, забидуешь, блядь. Блядь, да, Пяплюх, мразь, березь, мразь. Мразь, я. Пяплюх, ты въебал, блядь. Въебал. Я вам скажу, Пяплюх ни хуя вне сделай. Нихуя вне сделай. Да, я не знаю, с кем он пел, ни суши в эту хуйню, блядь. Я люблю приключения, люблю приключения. Потом у меня этот бар гнилой был, блядь, в Москве, ебаная помойка. Где говорят, такая сраная, хуйня, там, говорит, туда заходишь, там, в бутанк играет. В бутанк играет. Блядь, ребята, я остановлю на этом моменте. Во-первых, мой бар был охуенный. И он бы даже не закрылся, если бы там не какие-то сторонние обстоятельства. У меня в баре никогда не играл в ул-танк. И только если вы не ставили мои бармены, когда меня не было на работе, за это я отвечать не могу. Но, тем не менее, прошел уже больше года с его закрытия. И мне до сих пор пишут люди, работает ли у тебя бар. Понимаешь, хуёвый у меня был бар, босанное дерьмо. Там, как бы, все такое, ну, блядь, в 2017 год, ебаный врат. Я уж че-че, не хочу слушать, так это влутанк-клан. Влутанк-клан, блядь. Блядь, слушай, блядь. Блядь, нету, пиво, галимая, сраная, тараканы бегают, блядь. Тараканы бегают, блядь. Нет, с кем башь, с пять плюхом, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха, бля, пиздец. На Птаху-буфу не пойду, конечно, потому что, ну, это не мой. Так, ну, вроде это... Сейчас я посмотрю тайм-код, ребят, я записал просто, где мне есть что сказать. Так, это у нас 27-ая минута. Сейчас вот, сейчас посмотрим, 38-35. Просто пиздец. Без шока, братан, шок ни с кем никогда не выйдет, ни в баттл, ни драться, никуда. Он даже в лифт не зайдет ни с кем, ты понимаешь? Чувак, если бы, блядь, блядь, если бы ты знал шока лично, ты бы, блядь, знал, что шок, блядь, это тот человек, который тебя выебит и высушит, блядь. Он тебя выебит, как тузик-грелку, блядь, понимаешь, блядь? Ты, блядь, шлепок майонезный, блядь. Сука, пиздец. Так, еще 49-50. Давайте дальше смотреть. Ну, вот, когда, вот, началась вот эта бедросня, короче, не знаю, и вот это вот последнее его заявление, как бы, что я там оставляю все эти ишкеры своим, ну, ты что оставляешь, это вообще не твое, понимаешь, это. Не стоит брать себе просто респект, блядь, за то, как бы, чего ты не придумал, называется позерство. Значит так, насчет позерства, чувак. Я знаю Ваню, да, чтобы вы понимали, это рэпер Фейс, да, и Ваня, блядь, чувак, он тебя в свои, блядь, скромные 21 год убрал, блядь, по всем параметрам и навсегда, блядь. Ты никогда не дойдешь до его уровня. И что бы ты про него ни говорил, ты никогда не станешь даже близко к его уровню, блядь, потому что у него есть мозги, блядь. А у тебя там вместо них, блядь, просто какая-то хуйня висит, блядь, бумажка, блядь, скомканная, блядь, которую развернешь, и там написано мозг, блядь. Вот это твоя голова, блядь. Сейчас, ребят, 50-50. Это последний, последний пассаж, короче, который я прокомментирую и все. Мой братан-бабу, и все начиналось просто с е, и потом просто на е, блядь. Это он рассказывает про е, блядь. Твой братан-бабу, чувак, это также мой братан-бабу, блядь, и также это братан, блядь, моих братанов, блядь. И как бы просто у тебя был шанс это сказать, блядь. Ебой, говорят все, ты говоришь про позерство, блядь, а ты вот тот самый позер, блядь. Хуль ты пиздишь, блядь, хуль ты выебываешься, блядь. Чувак, блядь, вот отвечаю, если бы я был сейчас вот в России, блядь, я бы прямо сейчас позвонил бы Рестору и сказал, пошли на Версус, блядь. Прямо сейчас, блядь. И я бы тебя разъебал нахуй, потому что ты хуепутала ебаная. Потому что ты чмошник, никчемный уебок, блядь. Который паразит, блядь. Который всю жизнь паразитирует на чужом хайпе, блядь. На чужих именах и так далее. Который, блядь, настолько говноед и говнарь, блядь. Что просто, блядь, никто на тебя не обращал внимания. На тебя обратил внимание молодой, блядь. Почему, блядь, я до сих пор не могу понять. Я не могу понять, почему, блядь, молодой, блядь, человек, с кем, блядь, я... Мы друг друга тексты знали наизусть. С кем мы занимались общим бизнесом. С кем мы занимались музыкой. Кого я любил как брата, блядь. Я не понимаю, почему он на тебя, говнаря, обратил внимание. А знаешь почему? Потому что ты ебаный жополист, блядь. Потому что ты лижешь жопу тем, кому выгодно. Потому что ты Оксимирону, ты его, блядь, срал, блядь, как мог, блядь, а потом, блядь, о, Окси, блядь, ту-ту-ту, ту-ту-ту, блядь, хуйлоты ебаные, блядь, просто, блядь, конченые, блядь, пидорасы, я вернусь в Москву в середине лета, да, давай, давай, осенью выйдем на Версус, я тебя разъебу нахуй, я тебя разъебу в щепки, блядь, Твоя карьера, блядь, если это можно назвать карьерой, блядь, что твое, блядь, это хайп на Версусе, блядь, это твоя карьера, я тебя разъебу нахуй, я тебя опущу на такое дно, блядь, что ты охуеешь, больше про меня ни слова не говори, пидрила ты гнилая, блядь, Все, ребят, извините за много грубых слов, всем мир, всех люблю Субтитры сделал DimaTorzok